итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас вторник 26 января и давайте посмотрим на графики евро и фунта видим что вчера европейской валюты британский фонд снизились против доллара сша в принципе это вполне объяснимо и хоть сигналов по входу в рынок не было образовано в первой половине дня не добрались мы до уровня не 2187 не 2138 лист во второй половине дня после пробой этого диапазона с возвратом и тестом снизу вверх была попытка медведей как-то сохранить контроль над этим диапазоном но она оказалась неудачной и видим что торговля осталась вокруг уровня 2138 и скорее всего от него сегодня будет зависеть дальнейшее направление пары падение евро прежде всего произошло после выхода данных по настроению в деловой сфере германии по ожиданиям все эти показатели резко снизились в связи с продлением 2 2 локдауна немецкой экономики из-за серьезного распространения коронавирусной инфекции и это конечно скажется на экономических показателях в первом квартале и скорее всего экономика германии сократится это конечно не понравилось инвесторам и видим вот такая вот реакция европейской валюты вчера состоялось также у нас выступление президента европейского центрального банка кристин лагард но в основном речь велась об экологии необходимой поддержки выделение финансирования и не касалось денежно-грейтной политики что касается сегодняшнего дня в экономическом календаре у нас запланированы отчеты по числу заявлений на получение пособия безработицы уровня безработицы великобритании и во второй половине дня привлечет внимание нас индикатор потребительской уверенности в сша и производственный индекс фрс ричмонда если индикатор потребительской уверенности снизится то по всей вероятности окажет давление на американский доллар и мы можем увидеть укрепление европейской валюты что касается технической картины то дальнейшее направление зависит от уровня 2138 прорыв возврат под уровень 2138 и тестово с обратной стороны снизу вверх образует хороший сигнал на продажу и мы увидим дальнейшую коррекцию в евро на 2098 и выход на 2055 откуда можно открывать длинные позиции сразу наскок если мы продолжаем торговаться выше 2138 формируем ложный пробой на этом уровне в таком случае покупки и целью уже будет диапазон 2187 здесь произойдет первая нисходящая коррекция на 15 20 пунктов при обновлении этого уровня но целью быков основной является закрепление выше 2187 что откроет дорогу к максимуму на 2220 и 2260 здесь также можно смотреть короткие позиции при первичном тесте тесте этого диапазона что касается британского фонда то вчера было несколько сигналов образовано по входу рынок все они оказались убыточными так как все таки фундаментальных данных по британской экономике нету и вот это вот торговля боковом канале нервотрепка вот это которая происходит конечно формирует много ложных сигналов точнее сигнал формируются хорошие но до их реализации дело не доходит что немножко расстраивает но в целом оптимизм мы не теряем акцент я рекомендую сделать сегодня на 3636 первый тест в случае снижения этого уровня придет небольшой коррекции 15 20 пунктов так что можете посмотреть эту сделку но основной целью конечно быков будет возврат закрепление на 36 86 обновление с обратной стороны сверху вниз хороший сигнал к покупкам и возврат на 37 35 первоначальный тест этого уровня также придет нисходящей коррекции на 15 20 пунктов но если мы прорываемся выше 37 35 то идем без проблем на 37 73 38 05 если никакой активности на 36 36 нету добиваемся мы пробоет в уровне и закрепление ниже то в таком случае продажи и думаю быстро мы свалимся на 35 85 отсюда можно смотреть длинные позиции сразу на отскок всем удачи